У меня такой вопрос. Я живу с мужем 14 лет. И 14 лет — сложный период. У нас зависимость алкогольная, игровая. Вот месяц практически я ушла, живу у родственников. Вот смотрите, с алкоголиком не надо жить вместе. Если он не слышит вас, можно жить отдельно, но не надо разводиться. Просто живите отдельно, пытайтесь его привести к чувству, помогайте ему. То есть мужчина пьет, потому что он не может снимать с себя напряжение. Это снимается здоровым образом жизни. Нужны тренировки, спортзал, и так мужчина может себя расслабить. Но потом это включается в ход еще, это вот эта привычка, зависимость. Ну хорошо, время идет, да, и я же все-таки надеялась на то, что как бы мы родили родственников. Надо ставить сроки, сроки ставить, сроки. Нет, я не только вот так, по микрофону. Нет, только вот так вот, живое общение. Я не смогу всем помочь, как есть такие консультации, там целые телеги пишут как бы про всю жизнь. Мне некогда этим заниматься, это просто нереально. Сейчас меня нормально видно, да? Все, спасибо, мне нравится, все хорошо, у меня ничего не слепит, все нормально. Я вообще все понимаю, конечно, слушаю ваши лекции, я молюсь. И я, ну вот, то есть разводиться как бы мне и не хочется, в принципе. 14 лет, я все понимаю и пытаюсь помочь, пытаюсь привести его там к спорту. Раньше, конечно, все было по-другому. Мужчину можно воспитывать только через поступок. Вот вы живете отдельно, он будет осознавать, что, ну, или он меняется, или он разрушает семью просто, и все. Вы можете подождать какое-то время и потом просто дальше организовывать свою жизнь, как вы можете. Никаких последствий плохих не будет. Если вы им ставите условия, ставьте сроки, там, это не значит, что вы разрушаете семью, а он разрушает. Потому что это, ну, человек должен жить как человек, а не как свинья. То есть, если он не хочет быть человеком, в чем ваша вина? Хорошо, понятно. То есть, я вот жду и... Да, ждете какой-то срок, поставьте там полгода, там, ну, чтобы он какие-то попытки к исправлению. А если он все-таки не делает ничего? Ну, значит, надо заканчивать все это. Заканчивать, да? Спасибо большое. Ну, что вы, как бы, вы рабыня, вы обязаны всю жизнь на него потратить, чтобы он там бросил пить. Он, ну, вы же тоже человек, у вас есть своя жизнь. Господь все это понимает. Понимаете, просто, если вы просто его бросили, тогда вы будете за это отвечать. А если вы прилагали усилия, неизвестно, кто бросает кого. Вы же не можете с пьяница бить, жить. Это тоже касается, если человек бьет постоянно или гуляет. Это все одно и то же. Надо ставить условия, жить отдельно, и дальше это его проблема, а не ваша. Все понятно. Спасибо. Ваш вопрос на первом ряду. Девушка, да? Меня достаточно? Хорошо видно? Все? Я не в темноте? Все хорошо. Добрый вечер. Там больше не надо освещать, этого достаточно тогда. Все, больше не надо. Чтобы я не слепил. Олег Ильич, у меня такой вопрос. На первой лекции вы нам рассказали о защите от коронавируса с помощью имбиря. Я всегда очень четко стараюсь следовать вашим инструкциям. Так вот, не так плохо от имбиря? Да, бывает индивидуальная непереносимость от имбиря. То есть вы, когда его кушаете, то вам неприятно, да? Плохо себя чувствовать? Нет, я его переношу. Просто у меня, знаете, как с вестибулярным аппаратом. Мне так тяжело в голове, как будто меня укачало. Это вот сейчас вы его приняли, и у вас такое начинается состояние? Я вчера, вчера вот я три раза в день приняла перед лекцией. На лекцию ехала, мне было уже плохо. Попробуйте с куркумой также. Куркуму найдите, спец. Есть, думаю. Ну вот куркуму попробуйте вместо имбиря. Разницы нет, что куркума, что имбирь. Они оба также воздействуют на этот вирус. Иногда бывает какая-то индивидуальная непереносимость у человека. Я вот сегодня даже пробовала уже просто не принимать его, а на ногу, на левую руку, ногу. Пробовали? Тоже крутишься? Тоже плохо, да. Ну, куркуму попробуйте. Олег Геннадьевич, а дело в том, что вот и куркума, имбирь, это же все завезенное, закрываются границы. Это скоро иссякнет. А чем нам защищаться потом? Пихта. А когда уже это закончится? Я думаю, к июлю месяцу это максимум. Слава Богу. Где-то в апреле самый пик этой эпидемии, а потом в июле начнется спад. Ну, в июле, в смысле в апреле, потом в мае спад, а в июле, мне кажется, уже я не вижу эту инфекцию дальше. Сейчас в Китае уже было максимум дошло до 50 тысяч больных. Сейчас там всего больных 10 тысяч. И, ну, с каждым днем по тысяче человек меньше становится. Ну, то есть через 10 дней в Китае уже не будет эпидемии. Но она идет очень сильно по всему миру. В Италии 30 тысяч человек больных уже. И 3000 человек погибло только в одной Италии. А куркуму еще, скажите, как просто напиток делать? Куркуму тоже можно носить в повязках или делать напиток и пить отвар просто. Просто вода и куркума, а не без всего, да? Да. Можно с медом чуть-чуть. Спасибо вам большое. Ну вот, женщина, вот вы. Да. Здравствуйте. Вы постоянно говорите, что если мужа бросил, значит, все в жизни больше не появится хорошего человека. Не надо так. Это чисто русское утрирование. Я не говорил о том, что больше не появится. Я говорил о том, что будет... Хуже появится. Ну, все зависит от вашего раскаяния, от вашей молитвы. То есть я не проклинаю же вас, но бросила, бросила, всякое бывает. Ну, то есть надо просто работать над собой. Вы же видите результат. Вот сколько вы, по-моему, три года назад бросили человека? Ну, побольше, по-моему, уже. У него уже семья, все хорошо. Вот у вас, вот смотрите, у вас три года назад кто-то был, да? Да. Да. И ничего не получилось, так? Да, ну, сейчас бегает, до сих пор. До сих пор бегает. Это результат того, что вы сделали тогда. Это, ну, я говорю то, что вы видите на своей жизни. То есть я ничего вам не говорю новенького. У меня нет каких-то правил и принципов поменять жизнь людей, заставить их жить по-другому. Я вам рассказываю, как есть на самом деле. Я читаю лекции 22 года уже. И я могу чувствовать судьбу людей. Я вам на вашем примере сейчас сказал, что я это чувствую. Причина – то, что вы бросили мужа. И мне что тогда делать, чтобы исправить меня? Раскаиваться. Что я бросила – раскаиваться. Раскаиваться, молиться, очищать свое сознание. Иначе все будет то же самое. Ничего само не поменяется. А человек, который вот бегает, но я его не принимаю никак, я опять, получается, его бросаю и опять я наказана? Нет, его вы не бросаете. Потому что если вы как бы… Вот важно понять, что лучше не ложиться в постель. Особенно если вы пожили вместе, тогда уже, конечно, будет жесть. Ну, то есть, если вы с ним не жили, просто он что-то хочет от вас, то вы решаете сами. Это ваш выбор. Вы не обязаны ему ничем, то, что он за вами бегает. Нет, у него удушающая любовь, я не могу у тебя выдержать такого. Ну, я же говорил это на лекциях, что есть любовь, вот вера, она разрушает жизнь человека. И с ним очень трудно перенести вот такую вот привязанность человека к себе. Поэтому, ну, что я могу сказать вам? Ну, то есть, если я раскаюсь и буду молиться, то, возможно, у меня появится молодой человек. Ну, почему нет? Вы же нормальный человек, как бы, видите, за вами кто-то бегает, значит, все нормально у вас, как у женщин. Так, бегают вот двое только, три года. Ну, что, вам надо десять, что ли? Нет, почему они не отстают? Я же их уже все сказала им, не надо ко мне лезть, не надо. Я хочу, ну, как сказать… Для поцелуев, бэби-повод, нет. Ну, как бы, нестабильный человек для семьи не пойдет. Вы выбираете сами. Да. Вы сами выбираете, с кем вы будете жить. Все. Но сама возможность жить с кем-то определяется не вами, а Богом. И она определяется вашим поведением с тем человеком, которого Бог вам уже дал. Понимаете? А если я сейчас с ним неправильно буду себя вести, и опять мне… С кем? Ну, этот человек же… Ну, вы его не выбрали, не выбрали. Ваш, не ваш, это вы решаете сами. Если вы его не выбрали, значит, вот так. В этом нет проблемы. Проблема в том, чтобы бросать того, которого уже выбрало. А, ну, я после мужа, по-моему, никого не выбрала. Так вот это и потому, что вы бросили мужа. Я же вам говорю, почему вы никого не выбрали. Потому что сердце закрыто, оно не может принять людей. Ну, да, чтобы не было больно, так как с мужем было больно. Больно со всеми будет. Каждый человек приносит боль. Потому что он, все эгоисты в этом мире. Надо учиться принимать человека. Это об этом лекции сегодня. Вы опустите руку, иначе вы меня не слышите просто. Может, я для вас что-то говорю сейчас. Понятно? Да. Учитесь молитве, раскаянию. Иначе так будет вся жизнь протекать дальше. Ничего не поменяется. Может, до конца жизни ничего не поменяться. Если вы сердце свое не меняете, то ничего не меняется. Так остаетесь одна. Хоть, видите, есть люди, которые хотят. Это я же песенку пел. Со мною вот что происходит. Ко мне мой старый друг не ходит. А ходит в праздной суете. И постоянные не те. Что это означает? Означает, бросила мужа, и потом у него уже никого нет. Какой-то друг ходил, и теперь и он не ходит. Понимаете? Это означает, вот такая жизнь. Результат жизни. Результат поступка. Я просто почему читаю лекции? Потому что каждый же свою жизнь живет. У вас статистики же нет, у вас нет знания. Вы сравниваете со своей судьбой все. Вы не понимаете, что есть системы определенные. Они действуют у всех. Каждый человек, если совершает поступок, он дальше будет получать последствия. Понимаете? И они у всех одинаковые. Спасибо. Ну, вот сзади, вот вы женщина, вот вы, не оглядывайтесь вы, да? Да? Здравствуйте. У меня вопрос касаемый моего брата. Он развелся с женой, и его агрессия направлена сейчас в сторону нас, то есть его родных. У меня такой вопрос. Нужно ли участвовать в его жизни, если, ну как, не жизни, а помощи? Это вы воспринимаете, это как агрессию. А я вам говорю, что это просто психическая усталость. Он живет неправильным образом жизни, и он стал очень, ну, чувствительный, раздражительный, как человек. То есть ему трудно общаться с близкими людьми. Он срывается по каждому поводу, когда что-то не так происходит. Вот и вся его агрессия. Он же не лезет к вам с ножом там, или... Нет, ну это ранит мою маму также, нашу маму. Я понимаю, что это все ранит. Но вы должны понять, что это не агрессия, а просто, ну, неправильное поведение, которое возникло в результате неправильного образа жизни. То есть он просто истощен психически в результате стресса, который произошел. Произошло истощение. Он истощен просто. Он не агрессивный человек. Ну да, он не агрессивный, но злобный в отношениях... Знаете, конечно, злобный по сравнению с вами. Вы в добрейшей душе человек. Хи. Вот именно, что хи. Вы на себя-то посмотрите. Про себя я молчу. Молчу. Так вы сейчас вопрос-то про кого задаете. Я разговариваю вообще-то с вами. А вы говорите, я про себя молчу, а про него сейчас говорю. А я говорю про вас, а про него молчу. Если вы говорите злобный, тогда посмотрите на себя. Я говорю, что он не держит психическую нагрузку. Вот так вот. А злобный человек означает человек, у которого есть принципы, и он ими продавливает всех остальных. И в этой связи я намекнул на вас уже. Вот он раздражительный человек просто. Он чувствительный. А вот когда у человека есть принципы, он давит на ними. Вот это уже злобный человек. Жестко давит на других людей. Задумайтесь об этом. Хорошо? Хорошо. Иначе вы будете разрушать свою жизнь. Что касается его, то надо просто чуть-чуть дистанцию держать с ним, не сильно с ним общаться. Потому что он не способен сейчас на близкие отношения. Ему нужно как-то восстанавливаться. Ему нужно как-то восстанавливаться. Если он это осознает, то он поменяется как Личность. А со своей женой у них уже все разорвано, как я понимаю? Проблема в том, что он просто не может ни с кем жить сейчас. Это не вопрос жены или еще кого-то. Это вопрос его образа жизни. Вот приходит время, и человек ни с кем не может жить, потому что он перенапряжен психически. У него нет сил. Он живет неправильно. Спасибо. Что касается его жены, она, мне кажется, могла бы с ним жить, если бы он смог. То есть она нормальный такой, добрый человек. Она не против с кем-то жить, если человек может. Она не против него, не настроена. Просто не может. Понятно? Да, спасибо большое. Учитесь не быть полярной по отношению к людям. Это разрушает вашу жизнь. В вашей жизни уже было несколько событий, которые разрушили вашу судьбу в какой-то степени, благодаря полярности. То есть вы путаете вот эти вещи. То есть чувствительность и агрессия, раздражительность и злоба. Понимаете? Вы путаете эти вещи в своей голове. У вас очень сильно такое сторожевое восприятие людей. Видно, в прошлой жизни вас кто-то сильно поранил вот этим нажимом. И вы очень сильно воспринимаете в свой адрес любой нажим. Вы воспринимаете это как злобу, как агрессию. Понимаете? Надо с этим работать, потому что это уже в этой жизни разрушило то, что можно было сохранить. Понимаете? Благодаря вот этому восприятию. Будьте осторожны, потому что если вы и дальше будете так воспринимать людей, то последствия будут такими же. Вы будете рушить отношения. Понятно? Да, спасибо. Понимаю, о чем вы говорите. И благодарна Богу за то, что я начала слушать ваши лекции. И в моей голове стали картинки складываться. Если вы благодарны Богу за то, что слушаете лекции, я вам дам один только совет. Начните длительное движение, ходьбу и пост на воде. У вас портится здоровье сейчас. И это касается также психического здоровья. У вас начинает повышаться давление. У вас идет процесс разрушения организма. Вам нужно начать здоровый образ жизни осуществлять. И это повлияет также на вашу психику. Вам станет легче психически жить, потому что психика напряжена от перегрузки, которую вы испытываете из-за неправильного образа жизни. Это то, что я вчера на лекции говорил. Понятно? Да. Замечательно. Спасибо большое. Рад за вас. Вот вы, давайте с вами поговорим. Сзади вот девушка. Да, вы ручку поднимайте. Здравствуйте, Олег Геннадьевич. У меня такой вопрос по детям. У меня первый ребенок родился в два с половиной года. У него случился попеломатоз гортани. Мы сделали операцию, повредили голосовую нить. Ну, сейчас такая дисфузия голосовой речи. И второй ребенок у него какой-то постоянный кашель, 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 кашель. Уже два года не можем выяснить, почему. Что мне Бог пытается сказать? Там перегрев. Он перегрет. То есть у него горло перегрето. Нужно в плавание его отдать. Больше зелени есть. Есть такие специи, как фенхель, анис, кардамон, тмин. Они охлаждают горло. Эти специи. Да, но это два разных ребенка. То есть у одного и у второго. Одно и то же. Ну, не одна и та же, но в принципе с горлом. Почему? О чем мне Бог говорит? Ну, это противоположные. Вот первый ребенок, у него напряжено горло, а второго перегрето. Я второму даю совет. У вас тоже горло перегрето, вам тоже можно делать то же самое. Можно в бассейн ходить. Вот. По вечерам принимать теплую ванну. Даже теплая ванна охлаждает человека. Вода охлаждает в конечном счете человека. Ну, то есть вот такие мероприятия можно, если вы не будете справляться с первым и со вторым, можно поставить семена в уши, которые уберут эту проблему чисто из горла. То есть они будут влиять на функцию и восстановят ее. Какие семена? Любые семена? Это лечение. У нас есть лечение семенами. Мы ставим в уши на пластыре семена определенной точки, подбираем индивидуально. Это все дистанционное лечение. И мы, подобрав их, убираем эту проблему. Ну, то есть это касается не только горла. Мы работаем с разными проблемами, которые связаны с регуляцией функции организма. Может щитовидка перегрето быть, или поджелудочная зареза, или печень там. И так далее. Таким образом. Ясно. Ладно. Спасибо. Ну, все те советы, которые я дал, тоже можно выполнять, и они подействуют. Спасибо большое. Иглоукалывание может помочь. Я им не занимаюсь, но в целом это может помочь. Если врач хороший, он может разгрузить горло от жара излишнего и убрать это из организма. Но у него все равно будут тенденции. У него все равно склонность к этому есть в организме. Поэтому нужно профилактические меры в виде контакта с водой. Зелень больше есть. Овощи, которые растут над землей, они все охлаждают, кроме помидора. Потом и перца. Потом дальше сладкие специи употреблять в пищу больше, которые я перечислю. Вот такие вот вещи делать. Ну и, соответственно, меньше жареного, острого есть. Меньше горячих масел, такие как подсолнечное масло, оливковое. Лучше их не употреблять в пищу. Ему и вам. Спасибо. Ну вот вы спросите в желтеньком женщине. Спасибо. Добрый вечер. Взаимоотношения с отцом. Как наладить? Примерно с декабря месяца. То есть вообще не общаемся. Вы обижаетесь на него? Он грубо себя ведет, да? Да. Жестко с вами себя ведет? Да. А он с мамой живет с вашей? Нет, они 20 лет назад еще разошлись. Разошлись по той же причине, да, что он грубо себя ведет. Я не помню, я маленькая была. У него жена есть какая-то, женщина кто-то? У него есть еще один ребенок, но тоже с ними не живет. Видите, вот я это говорю, вот мужчины вам говорю, что если мужчина категоричен к женщине, грубо себя ведет, то шансов сохранить отношения просто нет. Видите, ее отец, он одну разрушил семью, вторую разрушил семью из-за грубости, и теперь не дает покоя своей дочке. Вам надо держаться от него на расстоянии, не нужно выяснять ничего, старайтесь поменьше контакта. Просто, к сожалению, мы пока живем в одной квартире все. Так получается на данный момент. Надо стараться не спорить с ним, не возражать. Вы ничего не добьетесь от него. Ну, то есть наладить нормально это не получится. Вы не сможете, нет. Есть люди в страсти, в благости, в невежестве. Если человек невежеств, означает агрессия. Ну, то есть это может быть любая причина, как повышенная чувствительность, как женщина, вот мы говорили. Или в данном случае это принципиальность очень высокая в характере. То есть он очень такой принципиальный человек, стоит на своем, всегда не уступает. Это тоже невежественная черта характера. Или человек пьяница, или он дебошир, допустим, там и так далее. Есть много разных вариантов. Но невежество означает, что нужно дистанцию соблюдать с человеком, с ним договориться невозможно. Ну, то есть есть люди, которые настроены эгоистично, очень жестко по отношению к окружающим. И признак таких людей – это одиночество. То есть они не могут ни с кем дружить особо, общаться. То есть они вот такие замкнутые на себя, одинокие люди. И если человек сам не меняется, он не хочет исправить себя, то с ним ничего не сделаешь. Никак не наладишь отношения, ничего сделать невозможно. Нужно просто дистанцию, молитву прощать ему, терпеть и понимать, что вот у вас такая судьба. А потом переезжать и все, и как бы вот так. Спасибо. То есть наладить ничего невозможно сейчас, потому что он очень жестко категоричен. То есть он не уступает вам, правда ведь? Ни в чем. Вы обижены на него, вам больно, плачете. Держитесь подальше. Не пытайтесь его поменять. Вы плачете от того, что вы на что-то надеетесь. А надеяться ни на что не надо. Вы ничего не справите в этой ситуации. Самое лучшее – это жить отдельно. А получится у меня решить вопрос как раз-таки с квартирой? То есть я сейчас начала над этим работать. Ну а что не получится-то? Вы просто боитесь одной жить, одна жить. Вот и все. Что не получится? У вас есть работа какая-то? Вы себя обеспечиваете? Да. Ну а что не получится? Ну снимайте квартиру, все снимают. Понятно, что так удобнее жить, потому что вам меньше надо расходовать денег, вы можете их копить. Так ведь? Ну да, но еще же мама. Мама с ним живет? Ну мы все вместе живем. Так вы же сказали, что он не живет с мамой. Ну они в разводе. Живут вместе, да? Ну мы просто живем вместе, потому что квартира одна. Ситуация сложная, на самом деле. Ну они живут вместе, значит они муж и жена. Нет. Ну как нет? Ну как можно жить вместе? Ну это просто... Вы поймите, что даже если они в соседних комнатах живут, все равно между ними остается эта связь. Но им не надо это объяснять, они это не поймут. Они просто муж и жена, но разведенные. Вот все, что как бы можно по этому поводу сказать. А вам надо точно жить отдельно, потому что вы не выдержите этой ситуации. Спасибо. Или принять эту ситуацию, потому что вы понимаете, что вы не можете себя оплачивать, вам нужны деньги, нужно копить. Но принять означает соглашаться со всем и не сконфликтовать с ним, не спорить просто и все. Нет выхода. Вы не переделайте этого человека, его никто не переделает, если он сам не захочет. Он где работает? Ну, в том-то и дело, что у него очень сложная ситуация с работой. Вот я почему спросил, я об этом и говорю, что это системная проблема, видите, он даже не может нормально работать, потому что он так настроен. Я вам объясняю ситуацию, это все зависит от него, если он захочет менять себя, тогда все может поменяться в целом. Но это маловероятно, что он захочет. Только сильный кризис жизни может заставить его меняться. Ну, у него, по-моему, сейчас как раз кризис. Только он, видимо, не понимает. Все может быть. Человек имеет право стать лучше. Мы верим в лучшее. Но верим в лучшее, но живем обычной жизнью. Учитываем все, что может быть. Спасибо. Рядом девушка. Олег Геннадьевич, спасибо вам огромное за ваши лекции. Я очень благодарна, они мне очень помогают в жизни. У меня такая ситуация, моей дочке скоро исполнится 6 лет. Ну, классная ситуация. Что? Классная ситуация. Да, спасибо. Но дело в том, что 5 лет назад ее папа умер. То есть мой муж. Вот. И после этого, то есть там около более 3 лет, меня добивался один парень, но у меня к нему никаких чувств. Так и не возникло. Ну, вы отходили, вот как-то переживали. 2,5 года вы переживали за смерть мужа. Вы не могли возникнуть. Вы познакомились с ним в тот период, когда ваши отношения были невозможны, вы просто были заняты другими отношениями. Да, у меня тоже были проблемы с отцом, как у девушки, очень похожие. И в этот период я с ним познакомилась. Ну, вы познакомились тогда, когда вы не должны были знакомиться, вы не пришли в себя еще тогда. Сейчас вот у вас получше психическое состояние. Ну, просто дело в том, что сейчас есть молодой человек с другой страны, который тоже ухаживает за мной, и у него серьезные намерения, но я не знаю, соглашаться на это, верить ли ему. Какая страна? Мусульманская. Конкретно? Азербайджан. Как его зовут? Кимран. Ну, он добрый, хороший человек. У него был кризис в жизни, тоже связанный с личной жизнью, но он, ну, как бы, был, может быть, не по его вине даже. Ну, так, он нормальный человек, хороший. Вы же сами это знаете. Ну, да, ну, просто... Вы спросите его насчет веры, как бы, будет он настаивать там. Ну, Азербайджан-то не такая уж ортодоксальная мусульманская страна. Там люди вот всякие по-всякому живут. Как бы надо спросить, дать два вопроса насчет веры, насчет второй жены. Не смешно вообще? Ну, не смешно. Я потому что лекции читаю и в Ташкенте, и в Алма-Ате. Я знаю эту тему. Очень хорошо. Они могут вам сказать сначала, что все нормально, типа, а потом, ну, прости, так получилось. А может быть, у него уже и есть эта жена, которую он считает уже не своей, но при этом о ней заботятся. Ну, то есть, в этой культуре мусульманской, там может быть так, что человек просто берет себе следующую жену, говорит ей, что я, как бы, уже не жену, не живу с той, ну, стой, ну, полностью поддерживает с ней отношения, может быть, чуть-чуть ограниченные. Может быть, он там не заводит новых детей, там, ну, полностью содержит ее, там, допустим, заботятся о ней. И, может быть, когда-нибудь решит с ней еще ребеночка завести. Понятно. А вот молодой человек, который до этого был, он русский, в Омске живет, он уже предложение даже делал. Ну, не могу как-то, не знаю, решиться на этом. Я вам рекомендую вот что. Вам надо съездить в Азербайджан и побыть какое-то время там, не вступая в близкие отношения. Твердо, как бы, договориться, что я просто познакомлюсь, посмотрю и дальше принимать решение. Я все-таки больше склоняюсь к тому варианту, вот, который там. Потому что вот этот первый вариант, он, ну, слабоватый человек, как бы вы это чувствуете, и вы боитесь этого. Ну, так оно и получится, он слабоватый. А тот хороший человек, но там непонятная ситуация, вам надо в ней разобраться, съездить просто и принимать решение потом. Самое главное, две вещи узнайте. Есть ли в их роду склонность иметь двойные браки? Кто-то, может быть, брат его так делал, или еще кто-то, может быть. И какие у него отношения с предыдущей женой? Потому что у него была семья до этого, это точно. Ага. Без детей? Может быть, и с детьми. Ну, то есть, я точно не могу это сказать уже, слишком сложно для меня. Вы только назвали имя, и я чтоб вам все рассказал про человека. Еще проблема в том, что он не мог найти общий язык с моей дочкой. Никак. О, это очень опасно. Потому что восточные люди, они очень категоричны. Тогда, да, все, вижу, совместимости нет у них. Все, тогда этот вариант тоже отваливается. Все. Сейчас, ну, ищите дальше. А может, у меня какая-то плохая карма в семейной жизни? Ну, вот она пошла, полоса пошла плохая, вот со смертью мужа. Это закончится через год. Сейчас год не надо ни с кем знакомиться. Через год у вас будет хорошая полоса. Я думаю, что через 9-10 месяцев вы найдете того, кого вам надо. Спасибо вам большое. Не надо сейчас с этими людьми иметь дело. Потому что я увидел с вашей дочерью, с этим человеком. Он хороший человек из Азербайджана, вот этот вот, добрый. Но с дочерью, с вашей, у него будет жесть. И это очень опасно для вашей судьбы. Вы будете страдать от этого. Зачем ей гробить жизнь? Спасибо вам большое за ваши лекции. Спасибо. Ну, мужчина, вот вы спросите. Да, вы. Добрый вечер. А вас не слышно? Добрый вечер. А вы садитесь, пожалуйста, садитесь, не надо стоять. Ребенок сидит просто. Олег Геннадьевич, во-первых, большой привет вам с города Минска. Да, вы оттуда? Ну, я из Минска, да. Вопрос такой, по поводу ребенка, дочери. Это вот ребенок, который здесь сидит? Нет, это сын. Дочь. Я просто не вижу, просто там уже не видно. Восемь лет. Ну, она сейчас грубит постоянно, и у нее... Она очень напряжена, психически очень напряжена. Да, да, да. И это напряжение началось полтора или два года назад где-то. До этого все было нормально. У меня сейчас идет плохой период, он закончится через полгода. Причина напряжения сильное. То есть она грубит, потому что ей тяжело психически. Но на школу пошла. И это тоже. Просто, понимаете, школа наложилась на плохой период. Она не только грубит, она замыкается, напрягается. Наверное, не хочет учить уроки. То есть ей просто очень тяжело сейчас, реально. Я бы в этой ситуации вообще, может быть, или как-то ее не напрягал, или вообще освободил от занятий. Ну, то есть она реально вот психически, ну, на срыве находится. То есть с ней надо как-то очень-очень аккуратно. Иначе вы можете увидеть психический срыв у этого ребенка. У нее даже был один приступ уже недели-две назад, мне кажется, по истерии. Это знак очень плохой. То есть у нее психика на пределе. И сейчас два варианта. Или вообще, чтобы она не училась, или как-то смягчить ее нагрузку, не трогать ее. Иначе последствия могут быть очень плохими для ее психики на всю жизнь. Такие периоды у людей бывают. Вот она попала в такой плохой период, это не значит, что она всегда такой будет. Через полгода она начнет отходить и легче станет. Такой вопрос сразу же параллельно. Если ее сейчас примерно оставить, а со следующего года отдать в тот же класс, но как бы на второй год. Знаете, как бы можно и так, можно ее доучить, как бы, но главное на нее сейчас не нажимать. Просто оставить ее в покое. И я бы вам посоветовал ее отдать в какую-нибудь спортивную секцию, вот в таким напряжением психическим. Оно преодолевает с помощью движения. Вот если бы она, допустим, бегала или плавала. Но она плавает. Есть, да, это она делает. Все равно не помогает, да? Мало там еще. Надо больше ей давать нагрузку спортивную сейчас и меньше нагрузку в плане обучения. И ей легче станет тогда. Благодарю. Будьте счастливы. Благодарю. Ну, вы спросите вот в красном, женщина, да? Нет, в красном, да, дальше, дальше. Мой хороший, я понимаю, что вы женщина, и вам уже почти дали микрофон. Но я вот эту женщину хотел спросить. Олег Геннадьевич, я 42 года прожила в браке, мы с мужем разошлись здесь, последних лет были вообще очень сложные и для детей, и для меня. И что? И дети настояли на том, чтобы мы все-таки брак расторгли. Ну, бывает, дети не могут вынести. Дети, да, дети, да, дети у меня уже взрослые, 33 года, 39, мальчику, девочка 33, мальчику 39 и старшая дочь 45. Старшая дочь... А сколько вам лет тогда? 72. Старшая дочь, в смысле, не в браке одна растит сына, сын средний, женился на женщине... Давайте мне все это не надо, ваш вопрос. Да, короче говоря... А потом я дополнение спрошу, если не надо. Да, они между собой ополчились на старшую дочь, что она якобы не растет и над собой не развивается, и бойкотировали фактически, и оставили ее одну с сыном. Мне пришлось больше внимания ей уделять. Ну, правильно, нормально. Я люблю всех и материально помогаю всем. Тоже правильно. Квартиры сделала всем, все нормально. У них есть основания так считать. Она ведет себя истерично. Почему она так себя ведет? Потому что она чувствительная и ранимая. Ну, как бы причина все та же, неправильный образ жизни. То есть она перегревается, у нее психика перегревается, поэтому она так настроена. А у них очень категоричный характер, у обоих, у других двух детей. Но это их судьба, они уже будут дальше с этим характером как-то жить. То есть у них примирение невозможно практически? Не возможно, я не вижу, что это сильно большой конфликт. А этот конфликт идет на фоне того, что они ее вывели из равновесия, и она начала истерить. И они пошли на принцип просто оба. Ну, согласна. Ну, это все закончится когда-нибудь. Я не вижу прям, что это все на всю жизнь, ничего не сделано. Но еще один вариант, что они меня тоже, то ли я больше внимания ей уделяю, и они меня тоже фактически, да. Да, категоричность. Они меня перестали пускать себе в дом, хотя квартиры эти практически купила я им. Да, категоричность есть по отношению к вам. И вот что-то вот как-то изменяет, и немножко, ну, обижает, не обижает, но задевает. Вот смотрите, я вчера вам говорил, если то-то, то-то, то природа, да. Если концентрации нет, работать не можем, чувствительность повышенная, ругаемся, сил нет быть вместе, природы не хватает. Теперь, если на работу не можем устроиться, если не можем выйти замуж, не можем найти себе команду какую-то, значит, нужно учиться служить людям. А если я не могу что-то преодолеть в жизни, это ваш случай, тогда контакт с Богом. Ну, то есть вы не можете преодолеть, вот это навалилась судьба. Нет, я не то, что преодолеть не могу, я принимаю их такими, какие они есть, но мне немножко как-то непонятно, почему они так отвернулись от меня в какой-то степени. Потому что так действует судьба. Вот плохой период наступил, они отвернулись. Природа мне хватает. Пройдет год, полтора где-то, и они повернутся назад. Потому что будет другая судьба. Спасибо, дай Бог. Если вы хотите победить эту судьбу, нужна молитва. Если вы сейчас хотите, чтобы они повернулись, нужна молитва. То есть вот вы принимаете их, это факт, но они вас не принимают. Это что значит технически, если говорить языком судьбы? Первый круг судьбы вы победили, то есть в вашем сердце по поводу них более-менее нормально. Между вами связь нарушена, и у них в сердце плохо по отношению к вам. То есть вы молитесь, первый круг жизни, судьбы совсем заканчиваете, у вас спокойно вообще в сердце по поводу них. Сейчас не совсем спокойно. Вы себя просто контролируете. Второй круг судьбы означает ниточка между вами. Ниточка налаживается между вами, и вы начнете с ними общаться. Но они при этом будут немножко к вам категоричны. А третий круг судьбы, это их сердца меняются по отношению к вам, и все отлично становится. Спасибо. Это просто чисто вот надо знать, что делать. То есть одна из целей моих лекций, это людям дать какие-то системные подходы к жизни. Ну, чтобы примерно представлять, что происходит. Потому что большинство людей вообще не понимает, что есть плохие периоды жизни. И вот это классика, кстати, жанра. У меня с моим ребенком было то же самое. То есть в какой-то момент бац, ее переклинило. Кстати, в это же время у меня тоже было очень сильно психическое напряжение в девятом классе. Вот, у моей дочери то же самое. Я просто принял решение. Она на год осталась, не училась просто в школе. И потом пошла дальше, доучилась спокойно. И все, она пережила этот год спокойно. Вот, я принял такое решение, потому что я увидел, что у ней психика может быть сорвана просто. Она может сойти с ума от напряжения. Вот. Люди чаще всего думают, что это такой человек. Вот понимаете, вот, допустим, у человека пошло вот это вот напряг внутренний. Первый вывод – мы с ним жить не сможем. Второй вывод – это такой человек, и с ним ничего не сделать. А правильный вывод – это просто плохой период, который закончится, и человек опять придет в себя. Вот это правильный вывод. Понимаете? И вот люди в большинстве своем не знают об этих вещах. Они не понимают, что действует судьба. Есть хороший период, есть плохие. Они все это воспринимают буквально. Вот хороший период начался, вы говорите, хороший человек, с ним можно жить. Плохой период начался, плохой человек, с ним жить нельзя. Я в нем ошиблась. А это просто период жизни, который человек должен учиться, терпеть просто, переносить. И все. Значит, Олег Геннадьевич, в моем случае молитва, да? Да. Вы сильный человек, вы можете спокойно справиться с ситуацией. Вам надо просто научиться молитве. Вы и так как бы своей внутренней силой побеждаете. Но надо еще учиться понимать, как жить правильно. Потому что если человек не использует... Мы, понимаете, мы как батарейки. Вот душа, она зависимую природу имеет. Видите? Мы не можем жить без воздуха, без воды, без пищи, без мира. Вот. Также мы не можем жить без природы, без добрых людей, без Бога. То есть нам нужны... Вот, допустим, для грубого тела нужна пища. Без нее оно просто помрет с голоду. А для психического тела нужна природа, нужны добрые люди и нужен Бог. Если человек этого не понимает, то его психика не будет работать нормально. И в результате он будет разрушать свою жизнь. Понимаете? То есть мы кормить должны не только грубое тело, а также свою психику, свою душу. То есть мы должны наполнять той силой, которая нужна для жизни. Поэтому большинству людей надо менять просто образ жизни. Нужно стараться обеспечивать свою энергетику всем необходимым для нормального существования. Иначе как жить? Природы у меня достаточно. Я живу в районе, у меня свой дом, рядом лес. Природа не входит в человека, если он недостаточно прилагает усилий. Вот у вас защитный каркас чистый. То есть это значит, что 20 минут как минимум вы ходите. Первый психический цилиндр прочищен наполовину. Это значит, что вы ходите 30 минут, но не больше. Так? Точно, да? Видите, я все говорю точно, потому что я ученый. Понимаете? Я занимаюсь этой наукой. Я знаю точно, что с человеком происходит. Да, непрерывное движение мне мало, конечно. Вам, у вас блоки находятся на втором психическом цилиндре. То есть связаны с сосудами, с суставами, с мышцами. И вот там надо дотуда очищать. Это значит, что первый защитный каркас 40 минут, первый цилиндр 40 минут, второй цилиндр 40 минут. Это значит, что 40 на 3, 2 часа. Вам надо ходить раз в 4 дня для того, чтобы быть здоровой. Природа есть или нет, уже не имеет большого значения, потому что вы этой природой не очищаетесь. Вы не прилагаете достаточно усилий, чтобы всосать их внутрь. Вот, допустим, человек сидит, говорит, у меня, Олег Геннадьевич, достаточно пищи, но весь худой. И какой вывод, что он просто не ест эту пищу, он говорит, у меня достаточно пищи, но есть ее не хочет. Так же с природой тоже. У меня достаточно природы, но вы ее не кушаете, понимаете? Вот в чем проблема. Спасибо. А вот сразу возникает вопрос, а почему она ходит полчаса? Знаете почему? Потому что человек склонен, как жить. Вот он прилагает какие-то усилия, раз, трудность, ну тогда до свидания. Понимаете? То есть она ходит полчаса, и потом ей становится тяжело идти дальше. И она говорит, ну все, достаточно мне. Так это самое начало лечения, моя дорогая. Надо достаточно, когда облегчение наступает. У вас, когда вы пройдете 2 часа, через 2 часа 5 минут у вас наступит облегчение, вам легко станет. Вот тогда достаточно. А когда тяжело стало, самое время идти дальше. Понимаете, у вас генетически долгая жизнь. Можете еще там лет 15-20 спокойно прожить. А? Хотелось бы. Хотелось бы, всем хотелось бы. Но для этого нужно знать законы. Для того, чтобы жить долго, человек должен совершать три аскезы. Первое, длительное непрерывное движение. Второе, это неподвижное положение тела. И третье, пост на воде. Хотя бы одну из этих трех аскез надо совершать по максимуму. Или по максимуму неподвижное положение тела. Это час 50 в одном положении прямом. Не спать час 50 неподвижно. От сидеть или стоять неподвижно. Это аскезы. Понимаете? Вот. Второй вариант. Или два часа бега, или четыре часа ходьбы. И третий вариант. Два с половиной суток на воде. Одна из аскез, если делается полностью, ну полный круг вот этот вот совершается, то тогда в результате человек продлевает свою жизнь примерно на 20 лет. У большинства людей, ну активное долголетие доходит до 60 с лишним лет. До 65, 7, 8 максимум. Ну минимум до 61, допустим. Это вот то, что человеку Бог дал, без напряга можно прожить. Но если человек хочет жить 70, 80, 90, тогда он должен совершать аскезы, которые я вам перечислил. И еще нужно заодно бросить есть мясо и рыбу. Потому что эти два вида пищи сокращают продолжительность жизни. Ну чтобы вы знали. Я вам говорю как есть, честно. Эта пища не для здоровья, просто для наслаждения. Эта пища, она сокращает, она тяжелая для человека. Самая легкая это молочная пища, овощи, фрукты, мед там, вот это орехи. Вот это легкая пища. Но мясо это не легкая пища, это тяжелая пища. Особенно с возрастом все тяжелее для организма становится, если человек ее ест. Она вовсе неизаменимые белки, там это полный бред вообще сивой кобылы, что там есть какие-то незаменимые белки. В молочной пище такие же белки есть. Но даже если не есть молочную пищу, то тоже ничего страшного вообще не происходит. У меня много друзей, даже молочные не едят, и отлично себя чувствуют по многу лет. Не то, что там они год так питаются, по 20 лет так питаются. И отлично себя чувствуют. У меня дочь никогда не ела мясо рыбу вообще, никогда в жизни. Она здоровая, красивая, крепкая, не болеет. Никакой анемии нет. Вот здесь в Омске, это было лет 10 назад, мои знакомые врачи взяли все, сдали анализ на кровь. У них у всех, все вегетарианцы, у них у всех гемоглобин выше нормы. Это полный бред думать, что если человек не ест мясо, значит у него будет низкий гемоглобин. Это все бредятина просто и все. Почему низкий гемоглобин бывает у вегетарианцев? Потому что они питаются постной пищей. Постная пища это пища, которая вызывает анемию. Что это за постная пища? Это пища, которую едят православные во время поста. Понимаете, это там салатики, кашки без масла и все прочее. А правильная пища вегетарианская, она богатая белками, маслом и так далее. В мясе очень много масла. Поэтому люди ограничивают масло, говорят, что это вредно для здоровья. Пища должна быть маслянистой. Если ты ешь без мяса, то там должно быть достаточно масла. И это не будет вредно для здоровья. Атеросклероз возникает от свиного жира, от говяжьего. От растительных масел никакой атеросклероз не возникает. Это легкие масла, они быстро уходят из организма. Ученые провели исследование. Оказалось, что свинячий жир практически не переваривается в организме, откладывается в таком же виде, как и был. Понимаете, как у свиньи, так у вас. Вот это и есть атеросклероз. То есть это тяжелая пища на самом деле. Ну вот женщина, вот вы спросите. Вы, да. Кто-то вы. Имбирь все поели? Да. Здравствуйте. Большое спасибо вам за ваши лекции. Благодаря им моя семья сохранилась. О, это хорошая новость. Спасибо. Ну, остались кое-какие вопросы по поводу... Обида. Сильно обида на мужа. Первый вопрос. Молитвой побеждается. Нет, вопрос немножко другого касается. Все проблемы начались с того, что год назад он устроился на новую работу. И то, что было обещано работодателем по контракту. Но не выполняет обязательства работодатель, да? Там получилось так, что график работы совершенно другой. Не то, что мы предполагали, как было вначале сказано. И практически его нет дома. То есть он живет практически там. Ну, это надо не с работодателем решать, а с мужем. Как-то его уговорить, чтобы он менял работу. Ему нравится работа эта? Ну, естественно. Ну, вот ведь в этом вся проблема. Что ему нравится работа. Да, работа нравится, потому что дома много вопросов всевозможных, да? И получается так... То есть задолбала мужа, он сбежал на работу, да? Он не сбежал на работу. Мужу уже 18 лет вместе, и проблем таких не было. Вот, на расстоянии как бы проверка такая получилась. Вот. И получилось так, что... В общем, коллектив там и женский. Ской, нашел он там себе девушку, ушел, вернулся. Сейчас вроде бы все хорошо, но вопрос остается открытым по поводу его работы. Может, это не работа совсем? Может, он там живет с другой девушкой? Да нет. Говорит, что он на работе? Нет, в этом я уверена к нему. Да, я так говорю, потому что я просто... Ну, я тоже вижу, что он не контактирует с той девушкой, все нормально. Нет. Она ему мозги вынесла, он с ней расстался. Ну, как бы да. Поэтому благодаря, я говорю, лекциям, что по поведению, как себя вести в этой ситуации... Вы победили ее, да? Победили просто. Ну, не ее. Побеждает сильнейший. Ну, как не ее? То есть вы с ней по-доброму с ним себя вели, а она хотела его увести от вас. И не получилось ничего, она психанула, и все закончилось. Ну, как бы так. Ну, вопрос в том, что контракт существует еще два года. Ну, конечно, может быть многое поменяется за это время. Но он хочет продлить его. Он не имеет права уйти оттуда? Это военная, что ли, организация? Он не имеет права уйти. Я думаю, что он не продлит. Я вот вижу, что у него будет хуже здоровья через год, и он передумает продлевать. Просто у него большие планы, и в плане карьерного роста. То есть вы говорили, что нужно поддерживать во всем. В чем ваш вопрос ко мне? Как разрешить ситуацию? Стоит ли как-то так ему... Получается, что я не поддерживаю его в этом вопросе, и его это, наверное, все-таки задевает и злит. Потому что у него там планы, он видит там себя. А вы можете сейчас вот начать жить больше молитвой, работой над собой, перестать зависеть от мужчины психически? Ну, я уже начала как бы, да. Вот и двигайтесь в этом направлении. У нас трое детей, то есть есть... Придет время, придет время, он будет ближе к вам. Сейчас это невозможно. В течение года он не может быть ближе к вам. Это может быть только через полтора года. Слава Богу, что у вас сохранилась семья. Вот сейчас вы должны были быть в Росе, а вы вместе. И этого достаточно. Плохой период длится уже полтора года и продлится еще около года. Вы не сможете сейчас быть ближе, это просто невозможно. Или если вы будете очень сильно молиться, тогда это только возможно. Спасибо большое. Будьте счастливы. Спасибо. Ладно, мои хорошие, я уже где-то в течение часа общаюсь, отвечаю на вопросы. Я думаю, этого достаточно. Я пришел пораньше. Сейчас мы будем говорить с вами о нашей жизни, о лекции. Итак, мы с вами вчера говорили о том, что человеку современному не хватает природы.